Врата Господние в новую страну, в пределы вечности. Там испытаем, легко ли быть блаженным. Фара. Тьфу! Оправдалась притча. На коне ездя, коня ищет. Я думал, что вельми трудно быть блаженным. По земле, по морю, по горнях и преисподним шатался за счастьем, а оно у меня за пазухою. Дома. Древняя притча. От лихо убегай, до хаты не минай. Наеман. О, Фара! Не только дома, но в сердце твоем и в душе твоей, царствие Божие и слово его. Все есть камень, а прочее все тлень, ложь, лужа. Все проходит. Но кто тебе носил лукавое семя сие, будто трудно быть блаженным. Не враги ли сирены? О, глагол потопный и язык льстивый. Фара. Ей-ей они. От их-то горта не голос сей. Халепа, такала. Трудно, добро-то. Наеман. О, да прилипнет язык их горта не их. Немы да будут уста льстивые. И изблюй духа лжи. Оно. Вон. А положи в сердце сей многоценный во основание камень. Халепа, такака. Трудно быть злобным. Что может обескуражить и потопить сладко-теплый огонь параклитов, если не онная змеина, сиренская блевотина? Отсюда-то в душе мразь искрежет косность и уныние в обретении царствия Божия. Отсюда не теплый ты, не холоден. Я должен тебя изблевать. О, гряди, Господи Иисусе! Ей гряду скоро. Аминь. Ныне, не сомневаясь, сказываю. Все Господь мой пришел. Все солнце воссияло и новая весна. Да расточаться это идут с блевотинами своими души нечестивых от пределов весны вечной. Не входит туда неправда. Нам же даны ключи. Халепа, такака. Немногим ли тем тяжелее олова беззакония? Что же есть легче любви Божией? Крылья ее, крылья огня. Напиши красками на ногти адамантовом славу сию. Сродное, нужное, латвое есть тоже. Что же есть нужнее царствие Божие? В запутанных думах и в затменных речах гнездится ложь и притвор. А в трудных делах водворяются обманы суета. Но латвость в нужности, а нужность в сродности. Сродность же обитает в Царстве Божием. Что нужнее для душевного человека, как дыхание? Исе, везде, туне, воздух. Что потребнее для духовного, как Бог? Исе, все исполняет. Если же что кому неудобное, напиши, что ненадобное. О глубина премудрой благости, сотворившая нужное нетрудным, а трудное ненужным. Так мой Господь сказал мне, дух сладкий, дух мирный, дух пророческий. И не впечатлею слов, да оправдается премудрость его от детей его. Израиль. О, Найман, Найман, дышишь духом параклитовым, с высоты силой его облеченной. И что есть дух-утешитель, если не чистое сердце от мрака греховного воззванное? Как в солнце солнышко зенится его, во вкус и прозорливость сияющие. Сей есть живой Силуам и родная София, видящая двоих и говорящая странное. Найман. Тем же, о Израиле, идущий новым Святого Духа путем, ищите и обретете. Все-все полезное есть, возможное, и возможное полезно. Фара. Мне бы хотелось быть он им папою и сочетать в одной ипостаси первосвященство и царство. Михаил. О, славолюбный Зара, куда тебя дух воскреляет, но при том преснопамятно будь сие. Кто как Бог? Фара. Разве же Бог не хочет, чтобы мы были Богом? Михаил. О, Фара, что радостнее Святому Духу, как то, чтобы нам всем стать Богом? Фара. О, Михаил, все ты странное воспел. Михаил. Если оно Святому Духу приятное, тогда воистину странное и преславное. Он един есть любопытный оселок, показывающий чистое золото, нареченный по-римски индекс. И всю-то цель ударяет сие Павлова слово. Дакимазате Панта. Все испытайте, благое же приемлете. Если же гнушается он и голубь, тогда оно бывает мирское, модное. И в таком смысле общее, в каком разумеет Петр Святой, говоря сие. Господь никогда не ел скверно. Скверно в римском же лежит коммунное, поэллинский кайнон, разумей коэнум, силищ болота, грязь, мерзкое, мирское. Фара. Ведь же славу искать Дух Святой не запрещает, Михаил. Слава в стыде их. Видишь, что постыдная слава запрещается. За добрую же славу лучше желает Павел умереть, нежели ее упразднить. Онная слава есть тень, а сия феникс. Оную хватает псы на воде сиренской. Сию же приемлют дети божии в Авраамовой гавани. Суетна слава, тщетная прибыль, сласть ядовита. Все три суть. Суть адские горячки и ехиднины дочери. Нечестивому сердцу в опаление. Но сущая слава – истинная прибыль. Сласть непритворна. Сии суть Духа Святого Невесты, в объятиях своих чистую душу услождающая. Фара. Угадал ли я, что по правилу израильскому пустая слава есть труднее истины? Михаил. Тьфу! Как же не труднее псу схватить тень, нежели истинный кус. Вот перед тобой яблоня. Схвати мне и подай тень. Но самое тело ее вдруг обнять можешь. Фара. Не только, но и плод сорву. Се тебе с нее прекрасное яблоко, благовонное. Дарую тебе. В нем обретешь столько яблочных садов, сколько во вселенной коперниканских миров. Вот тебе от меня награды за твое доброе слово. Михаил. Если бы ты мне вселенную дарил по плоти, я бы отказался. И малой сторонке моей матери, Малороссии, и одной ее горы не взял бы. Где мне ее девать? Телишко мое есть маленькая кучка. Но и там не скучна. Что есть плоть, если не гора? Что гора, если не горесть? Кто как Бог? Что слаще и легче и вместнее, как дух? Сердце мое вкушает его без грусти, Пьет без омерзения, Вмещает без труда, Носит без досады. Душа моя в дух, А дух в сердце мое преобразился. Боже сердце моего, О, часть моя всеслочайшая! Ты един мне явил двоих, Тень и безвестную тайну. Ты тайна моя, Вся же плоть есть тень и тайна твоя. Всякая плоть есть риза твоя, Сено и пепел. Ты же тело, Зерно, Фимиам, Стакта и Кассия, Пречистый, Нетленный, Вечный. Все тебе подобно, И ты всему, Но ничто не есть тобою, И ты ничем же, Кроме тебя. Ничто же, Как ты. Кто, Как Бог? О, Фара, Что плачешь? Чего ищешь в папстве духа, Или плоти? Дух всего Христа, Божия вдруг, Как молнию принять можешь. Но престолы, Палаты, Колесницы, Серебро и золото, Все сие есть плоть, Гора, Труд и горесть. Не прикасайся к сему. Восходящее, Высокое в нем, И божественное он и да будет твое. Сие-то есть истинное единство, И тождество, И легкость, И нужность быть причастником не плоти, Но духа. Прочие же все есть тень, Вода и беда. Хочешь ли быть со Христом? К чему же тебе свыше соткан его кафтан? К чему плоть его? Имеешь собственную? Возьми ты от странника сего то, Что сам тебе подносит. Вот оно. Дуну, Примите дух святой. Сим образом будешь едино и тоже с ним, Как и они с отцом твоим. Неужели ты кафтан и плод делаешь Христом? И хватая на потоке тень, Умножаешь число не сынов божьих, Но он их псов, Отнять хлеб у детей и повернуть псам. Ах, Блюдись от всех псов, От злых делателей, Не делай благим зла, А плоти Богом. Уклонись от зла и сотвори благо, И будешь в числе детей он их. Сколько же приняли его, Дал им область детьми божьими быть. Хочешь ли быть царем? На что же тебе елей, Венец, Скипетр, Гвардия, Сия из тени маска, Достань же себе свыше сердце царское. Сим образом будешь едино с царем твоим. Дух правды, Он-то и есть сердце царя. Правда утверждает престолы сильных И обладает народами. И что сильнее ее? Кто как правда? Сия есть истинный царь и Господь, Твердь и крепость, Елей и милость. Сей дух да царствует в тебе, И милостью и вышнего не колеблешься. На, вот тебе царя без маски. Царь уповает на Господа. Помазал нас Бог духом. Дух Господень на мне. Хочешь ли быть Павлом Фивейским, Антонием Египетским Или Саввы и Священным? Лицемеры! К чему же тебе Финиковая Епанча Павлова? К чему Антониева Борода И Саввин Монастырь, Капюшон Пахомиев? Сесть только один монашеский маскарад. Какая ж польза Сею маску и скрывать тебе Мирское твое сердце? Да явишься человеком, Уклонись от зла, Оставь тень, Стяжи себе мужей он их сердце. В то время, вдруг, как молния, Преобразишься во всех их, Избегай молвы. Объемли уединение, Люби нищету, Целуй целомудренность, Дружись с терпеливостью, Водворись со смирением, Ревнуй по Господу Вседержителю. Вот тебе лучи божественного сердца их. Сие Игорь в Вильме благо и легко есть. А наживать странный и маскарадный габит, Забродить в Нитрийские горы, Жить между воющими, Волками и змеями, Сие не бремя ли есть? Ей, неудобно носимое тем, Что глупое и ненужное, Скажу, халепа-то кака. Фара. А Елисей? Не просит ли Епанчи от Ильи? Михаил. Епанча онная не с мертвых, Но с живущих пределах вечности. В ней все новое вместо ветоши. Считал ли ты у Исаии Одежду веселья? Вот она. Под сенью руки моей покрою тебя. Не Елисей ли просит, Да будет дух, который в тебе, Сугубый во мне? Как же дал бы он просящему Вместо хлеба камень? Се есть дух веры, Дух сугубый, Дух открывающий двоих, Разделяющий иорданские струи, Дух, Богоявляющий сверх Сиренских вод, Плавающая и возникшая железа. Он, то есть, Испотопный холм, Обитель верной голубицы, Гавань, Лона и Кифа Аврамова, Спасение от потопа. Да возрадуется душа моя, Во Господи, Облечет бы меня вризу спасение. Вот от потопа, Японча. Самый ковчег есть то, Нерукотворенное скиния, Златотканными витрилами, От дождевых туч, Покрывающие лучше, Нежели плащ. На сию-то, Скинию тонко, Издалека взирает Ильина пшенель, Или бурка, Отворившая иорданскую сушу, Испаша Елисея от омочения. Железо же тайно Блистает на тверде, На твердую матерую землю И сушу, А суша тихо возводит нас На Авакумовский Он и Сион, Силищ-обсерваториум, Терем. На страже моей стану И взойду на камень. Вот тебе одежда И надежда, Носи здоров, Она из дух сугубый, Видящий двоих. А Ильину бурку, Где тебе взять? Халепа-то кака, Фара, Весьма благодарю тебя За сиюризу. А без нее, Чем бы я был в бурке? Вот чем, Лицемер же лже Илия, Пророчий идол. Что же, Ковчег преисполнен Есть всякой животины. Хотелось бы мне быть Хорошенькую в нем Какую-то птицу. Как думаешь? Михаил, Ковчег, Есть он церковь израильская. Любить ее и молись. Если хорошо просишь, Примет. Проси во имя Христова. Все вдруг получишь. Не забывай никогда сего. Халепа-то кака. Израиль, Слушай, Фара, Не желаешь ли быть кабаном? Фара, Пропадай он, Я и верблюдом быть не хочу, Оленем быть я бы хотел, А лучше птицую. Чиста птица, Голубица, Таков дух имеет. Будет место, Где не чисто, Там не почият. Разве травы и добравы, И сень есть от зноя, Там приятное и прохладное Место ей покоя. Так и дух святой Не почивает разве в чистом сердце, Приводи тихой, прозрачной, Живой тайной. Вода глубока, Совет в сердце мужа. О мир наш! Муж Илона, Христос Иисус, Я весь людям твоим В водах сиренских обуреваемым. Но растолкуй мне, О Израиль, Какое то есть сердце и дух, Преображающее естество наше, В вепрев? Израиль, Пес хватает тень, А сердце, Отдоль не мудрствующее, Есть вепрь. Не мыслит о горнем, Разве только о муке И чреве. Сердце хамское, Любомудрствует. Если имеешь израильское око, Оглянись на пределы Гиргисенские. Вот тебе великое стадо свиное. Провидишь ли, Что, минуя берег, Все утопились в водах? Что есть берег, Если не Господь мой? Сами просят, Да перейдет прочий От пределов их. Болото и воду сиренскую Возлюбили пачи славы Божией. Грязь любить, Есть то быть вепрем, Гоняться за ней, Есть то быть псом, Вкушать ее, Есть то быть змеем, Хвалить ее, Есть то воспевать Лесные сиренские песенки, Любомудрствовать о ней, Есть то мучиться легионом бесов. Не земля ли рождает и зверей, И скотов, И гадов, И мух? Так-то и сердце земное Преображает нас в разных нечистых зверей, Скотов и птиц. Детьми же Божьими Творит чистое сердце, Выше всей тлени возлетевшее. Сердце златожадное, Любящее мудрствовать об одних кошельках, Мешках и чемоданах, Есть сущий верблюд, Любящий пить мутную воду И за вьюками, Не могущий пролезеть Сквозь тесную дверь Пределы вечности. Сердце есть корень и существо, Всяк есть то, Чье сердце в нем. Волчье сердце есть родной волк, Хотя лицо и не волчье. Если перешла в нее сила, Тогда сталь точным магнитом стала. Но рута рутой перестала быть, Как только с нее спирт и силу вывести. Сие есть сердце и существо травы. Афедрон со всяким своим лицом Есть афедрон, Но храм Божий всегда есть Вместилищем святыни, Хотя вид имеет блудных домов. Женская плоть не мешает Быть мужем мужскому сердцу. Сердце, востекающее с Давидом Нагорнее, Оставляющее верблюдам и сиренам С детьми их мутные морские воды, Жаждущие Давидовской, Утолившей самарянке жажду, Он и воды. Кто меня напоит водою? Господи, дай мне сию воду. Таково сердце, Не олень ли есть? Даром, что рогов не имеет. Рога и кожа оленя Есть плоть и тень. Надень кожу его с рогами Без сердца его, И будешь чучелом его. Смешная пустошь, Не только халепа-такака. Сердце, трудолюбствующее, С мужем Руфиным Воозом, Нагумне Библейном, Очищающее от половы Вечное зерно Святого Духа на хлеб, Сердце израильское укрепляющее. Скажи, Не вол ли есть молотящий? В любезной моей Унгарии Волами молотят. И что ж запрещает Луке быть волом? Не думай, будто плотских волов Вздорная связка истина касается. Волу молотящему да не заградил уст. Сердце, воцарившееся над зверскими бешенствами И над волею своею, Растерзающие всякую власть и славу, Восстающие на Бога, Дерзающие в нищете, В гонениях, В болезнях, Во смерти, Не сели есть сын львов Иуда Из тех злятся, как львы, Бегает нечестивый, Никем не гонимый, Праведник же дерзает, как лев. Кто же мешает Марку быть львом? К таким-то богосердечным львятам, Как лев, Так возревает Господь. Восстань и измолоти их, дочь Сиона, И борога твои положу, Осную железную, И ноги твои положу медяные, И стончишь людей. Вот рев львиного щенка, А тридневного сна воскрешающий, Как написано, Возлег, Почил, Кто воздвигнет его? Сердце вверху, Сверкающее, как молнии, Постигающее и не зергающее Всякие пернатые мечты, Замысловатые стихийные думы, Не сокол ли есть? Послушай соколиного визга. Если вознесешься, как орел, И оттуда свергну тебя, Говорит Господь. Сердце парящее на пространство высоты небесной, Любящее свет и вперящее зеницу очей в блеск полуденных лучей, Самое солнце солнышко оное. Солнце положил селение свое. Неблагородный ли есть орел с наперстником? Ей не из рода, и он под лицо всех. Не знаю орла парящего по воздуху, Глупца высокомудрствующего по стихиям. Если вознесешься, как орел, И оттуда свергну тебя. А не горлится ли есть сердце, Любящее Господа, По нему единому ревнующее, Святой надежды гнездо в нем обретшее? Послушай гласа ее. Ревнуя, поревновал по Господе Боге. Жив Господь мой, живая душа моя, А тот глаз не ее ли есть? И стояла меня ревность моя. Видел неразумевающее и истаял. На, вот тебе лик и ликхор горлиц. Все-все оставил я, и вслед тебе иду. Знай, что Библия есть вдова, Горлица, ревнующая и вздыхающая в пустыне, О едином он о муже. Бог любви есть. У сейтовдовицы неоскудевается суд елея, Сирич милости, любви и сладости, Если посетит ее кто, Духа пороческого дары и мущий. Кто благ или кто мил, кроме Бога, Все един есть неоскудевающий. Все проходит. Любовь же нет. Взгляни мне, пожалуйста, на Магдалену. Библия сердце есть сердцем горлицы сей. При елейной лампаде не спит, Тужит и вздыхает. О чем? Что бессмертного жениха умертвили, Что библийной егумой лампаде Ничего милого и светлого не нашли Ночные вороны сии, Кроме трупа гнилого сего. Воззрять на него он же пропал, Что кроме рис его не нашли в рисах его Ни смирны, ни стакты, ни масла, Сирич одевающегося он ими рисами. Плачет пустолюбная горлица Сия о буйных девах, С Иеремию воспевая жалостную песенку оную. Очи мои излияют в воду, Чтобы оскудели добрые девы. Блаженны мы, о фара, Ибо голос горлицы слышен В маленькой земельке нашей. Ах, сколько тогда горлиц было, Когда говорил Павел, Обручил вас с единым мужем Чистую деву и прочее. О, обуялые бедные горлицы С сосудом своим оное. Итак, идите к продающим и прочее. Без милости, милого, А без твоего же преподобия Нигде не обретешь оного преподобного мужа. Удиви Господь преподобного своего. Напоследок, Не голубь ли тебе есть сердце, Видящее двоих? Сердце, узрившее сверх непостоянности, Потопных вод и саевскую твердь, Берег и гавань оную. Царя со славой узрите, И очи ваши узрят землю издалека. Сие чистое сердце, Вверх сей дрянь возлетевшее, Есть голубь чистый, Есть дух святой, Дух ведения, Дух благочестия, Дух премудрости, Дух совета, Дух нетленной славы, Дух и камень веры. Вот почему Христос Нерукосеченную И адамантовую гаванью Нарисает святого Петра По сердцу его. Фара. О, сердце, Шо ж ты стал? Ступай далее, Израиль. Израиль далее Сей гавани не ходит, Все ему дом, Гнездо и кущи, Водружженный не на песке, Но на кифе. Конец потопу, Радуга и мир есть кифа, На ней он воссел. Прощай, стихийный потоп, Вещает нова голубица, Я почую на холмах святых, Обретя оливные кущи. Фара. О, сердце голубиное И сердечный голубь, Сесть истины иона, Адам изблеван В третий день На берег гор Кавказских. Сей голубь есть истинный, Америкус Колумбус, Обретший новую землю. Не хочется и мне Отсюда идти. О, Наиман, Наиман, Дай, ну станем и мы С Израилем в сей гавани, Оснуем себе кущи На сей кифе. А, любезный мой Аввакум, Си ныне разумею песенку твою, На страже моей стану И взойду на камень. Сюда-то взирала Твое пороческое око, Сию-то кифу издали Наблюдалась бодрая стража твоя, Сюда-то песня твоя И нас манила. Блаженно око твое Прозреливе труп Звездозорных. Блажен и поющий нам Уста твои. Блажен и Сион твой Или Заратерем Пирамида и столб твой, Из которого высоты Простирались лучи Очей голубиных. Не отемнеет очи твои, Не истлеет уста твои, И не падет столб твой И во веки веков. Прощайте навеки, Дурно-мудрые девы, Сладкогласные сирены С вашими тленными очами, С вашей стареющейся молодостью, С младическим вашим долголетием И с вашими рыданиями, Исполненными гаванью. Пойте ваши песни Людям вашего рода. Не прикасается Израиль Гиргисеем. Свои ему поют пророки. Сам Господь ему, Как лев, возревет, И как вихрь духа Восвищет в крыльях своих, И ужаснутся дети вот. Радуйся, Кефа моя, Петр мой, Гавань моя, Гавань веры, Любви и надежды. Знаю тебя, Как не плоти кровь, Но свыше рожден ты. Ты мне Отворяешь врата В блаженное царство Светлой страны. Пятнадесятое лето Плавай по морю сему, И седай стик, Пристанешь и тихому, В землю святую, Которую мне открыл Господь Бог мой. Радуйся, Града мать. Целую тебя, Престол любезной страны, Не имущей на путях Своих бедностей И сокрушения, Печали и воздыхания. Все, Тебе приношу Благой дар От твоих же садов, Корзину гроздья, И смокв, И орехов, С хлебом паски В свидетельство, Как путем праотцов моих Вышел в обитованную землю. Продолжение следует...